Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. День Петра и Февронии в Хрустальном зале областного правительства поздравили брянские семьи с Днем Семьи, Любви и Верности. Подробности в репортаже Александра Новикова. Прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России». О волнующих брянцев вопросах и предложенных путях их решения вам расскажу я, Александра Савельева. Большой семье – большой подарок. Накануне Дня любви, семьи и верности. Молодая гвардия поздравила семью участника спецоперации. Подробности в репортаже Дмитрия Газина. В числе его воспитанников пять мастеров спорта России. Геннадию Викторовичу Шилину 70 лет. Об этом расскажу вам я, Кирилл Новиков. Не может родина быть малой с такой великою душой. В Брянской областной библиотеке открылась выставка работ Максима Малошенко. Подробнее о ней расскажу я, Светлана Дробкова. Завершила свою работу выставка форума «Россия» на ВДНХ. По итогам выставку посетило свыше 18 миллионов человек. И она вошла в десятку самых посещаемых мест мира. На подведение итогов наградили нашу Брянскую область. Об этом губернатор Александр Богомас написал в своем телеграм-канале. Брянская область представила свои достижения. На нашем стенде можно было познакомиться с героической историей Брянской земли, промышленностью, сельским хозяйством, достижениями в спорте и образовании, культурным наследием. Благодарен первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации, председателю оргкомитета выставки форума «Россия» Сергею Кириенко, который отметил Брянскую область за вклад в выставку и за те достижения, которые были представлены на нашем стенде. Особые слова благодарности вам, уважаемые земляки. Все достижения нашей области ежедневно создаются трудом каждого жителя, и благодаря этому Брянская область развивается и процветает. 8 июля мы отметили один из самых нежных и трогательных праздников России – День семьи, любви и верности. Русская Православная Церковь в этот день вспоминает святых Петра и Февронию Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. В Хрустальном зале областного правительства в этот день чествовали семьи, которые не только прожили в браке долгие годы, но и достойно воспитали детей и внуков. Репортаж Александра Новикова. Пусть будет жизнь ваша, освящена любовью Петра и Февронии. Уже почти 800 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. И не случайно именно в этот день по указу президента России Владимира Путина отмечается День семьи, любви и верности. В Брянской области очень много супружеских пар, которые являются высоким примером для детей, внуков, правнуков, всех окружающих. Традиционно в этот праздничный день им вручаются медаль за любую верность. В год семьи 56 семейных пар удостоены этой высокой награды. Особая слабо благодарности родителям, чьи дети, участвуя в специальной военной операции, отдали самое дорогое – свою жизнь при выполнении воинского долга. Низкий поклон вам, уважаемые родители, за воспитание героев, которые с честью и достоинством выполнили свой долг, защищая национальные интересы Родины. Здесь, в этом зале, находятся и родители, чьи дети сейчас находятся на передовой, выполняя задачи специальной военной операции. Задачи, которые были поставлены нашим национальным лидером Вадимом Ивановичем Путином. Особо хочу отметить, что мы всегда и во всем поддержим все семьи наших защитников. По решению президента, с 1 января 2025 года в нашей стране будет дан старт новому национальному проекту «Семья». Правительство Брянской области приложит все усилия, чтобы и прежние, и новые меры поддержки семьи с детьми служили на пользу нашим семьям. Чем больше будет у нас дружных, счастливых, благополучных семей, тем крепче будет Брянская область и наша Родина Россия. Губернатор вручил памятные медали за любовь и верность семьям Брянской области. Супруге Карпухины из Брянска в браке уже 50 лет. Семья Козека из Стародубского района 45. Их сын Олег ушел добровольцем на СВО. Награжден орденом мужества посмертно. В зоне СВО находится сейчас и сын супругов Ёжиковых из Брянска. А в семье Цыганковых из Трубчевского района мобилизовали сразу двух сыновей. Ребята были ранены, но сегодня они снова в строю. Старший сын Алексей получил медаль за отвагу. Те семьи, которым мы чествуем сегодня, образец для подрастающего поколения. Ведь крепкая семья основа не только личного счастья каждого человека, а на основе благополучия родной Брянщины и всей страны в целом. Этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и счастья на долгие годы. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите друг друга. Пусть в ваших домах царят доброта, уют и понимание. Среди семей, награжденных памятной медалью за любовь и верность, супруги Александр Анатольевич и Нина Анатольевна Потопчук из Брянска. В этом году пара отметила золотой юбилей супружеской жизни, а связала их творчество. Александр Анатольевич долгие годы был не только солистом, но и руководителем легендарного и любимого на Брянщине Виа Стажары. Встретились на концерте. Не, ну расскажи еще. Ну я была на концерте, посмотрела и влюбилась. Я вот прям с первого взгляда. Особенно когда Саша поет свои песни, у него огромный талант. Он молодец, он трудолюбивый очень. Наши дети, я горжусь нашей семьей, потому что... У нас двое детей, у нас шестеро внуков, у нас все благополучно, все хорошо. 50 лет вместе, все-таки это чего-то стоит. Главнее и важнее семьи у человека ничего быть не может. Для каждого из нас семья – это дом, мир, это привычки и традиции, это крепость, за стенами которой царит любовь. Это первое слово, и первое шаг, Материйская сердце, смех малыша. Это мы, это ты, это я, главная семья. Александр Новиков, Сергей Дюков, Виктор Левченков, Брянск. В День семьи, любви и верности Единая Россия в режиме видеоконференц-связи провела прием граждан. Главный вопрос повестки – помощь семьям участников СВО. На связи с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания России Анной Кузнецовой сразу несколько регионов – Челябинская, Калужская, Тульская области, Севастополь, Республика Мордовии. Брянск подключился из штаба общественной поддержки Единой России. К нам на ежедневной основе обращаются женщины, это жены и матери наших бойцов, и они просят психологической поддержки. И мы хотели бы обратиться к вам с просьбой о том, чтобы организовать какие-то курсы психологической помощи для психологов, для социальных работников. Спасибо вам большое за вашу работу, которую вы проводите вместе с коллегами регионального отделения, потому что тема непростая, и сегодня не слышите правила. Вместе постараемся и в конкретном регионе выстроить сапог, и, безусловно, постараемся решить этот вопрос на всероссийском формате. В каждом регионе своя животрепещущая тема. В нашей области это поддержка семей участников СВО. Благополучие детей и неравнодушие со стороны чиновников для Натальи, потерявшей супруга, многого стоят. Сын родился спустя пять дней после гибели отца. Семья для меня огромная поддержка. Моя старшая доченька, она очень молодец, она с самого начала меня поддерживала, успокаивала, и, наверное, благодаря ей я до сих пор держусь. И финансовую, естественно, поддержку нам оказывают. И мы сейчас скоро переезжаем, дочку помогли перевезти в другую школу. С маленьким пока в садике остаемся в том же, но не бросают. Когда я был там, то есть все мысли были только, то есть как там дети, как там жена, думала об этом постоянно, как там тяжело без меня. Было очень страшно, мы очень счастливы, что наш папа дома. Брянские власти не просто оказывают всю возможную помощь семям бойцов, но и поддерживают с ними связь. Не остаются в стороне волонтеры. В День семьи, любви и верности они организовали чаепитие для гостей. Александра Савельева, Кирилл Пухляков, Брянск. Преданность, честность и взаимопонимание. В Брянске чествовали пары, которые вместе уже 25 лет и более. В День семьи, любви и верности их пригласили на площадь кафедрального собора. Мы хотим, чтобы приехали все мои сыновья. У меня три сына, и я бы хотела всех их увидеть. И чтобы они тоже радовались и отмечали этот день вместе со мной. Ольга и Виктор Лукашевы через несколько месяцев отметят золотую свадьбу. 50 лет вместе. Оба приехали в Киевский университет поступать на геологический факультет. И там мы познакомились на вступительных экзаменах. И оказалось, что мы учимся в одной группе. И так мы прожили, проучились три года, а на третьем курсе мы поженились. У обоих в дипломе одна профессия – геолог. После вуза отправились на север в нефтяной поселок Усинск. Сегодня это город, а тогда, говорят, даже на карте не было. Мороз до минус 50. Семья Лукашевых занесена в книгу почета Усинска. Ездили по всему Союзу, то есть у нас были обязательные практики производственные. И мы проехали всю Украину, проехали. Потом я работал в Карелии, на станции Хибины. Она в это время была в декретном обществе, в отпуске. Семья Лукашевых – одна из 12 пар города Брянска, которых чествует на площади Кафедрального собора. Приглашены супруги, живущие вместе 25 лет и более. Праздник организовала Брянская городская администрация. Матушка, земля, белая, белёзы, мила. При Алине святая, Русь для других занозы, милая. Вы являетесь для меня как эталоном. Какое взаимопонимание, какая любовь, какие искры в ваших глазах в отношении друг другу присутствуют. А самое главное, сколько вы испытали детей, внуков, появились правнуки, которые будут во славу, оберегать все семейные ценности, прославлять фамилию. Ромашки – символ праздника семьи, любви и верности. Они на руках у каждого. Только лишь научившись ощущать себя единым целым с супругой или супругом, с детьми, становится возможным приобретение таких духовных навыков, как терпение, послушание. У меня профессия была – лётчик-истребитель, испытатель. И я знал, если я пока нахожусь в воздухе, и если был уверен в своей жене, вот это для меня было большое счастье. Когда я садился и видел её на аэродроме, вот она ждёт меня. Сохранить это несложно, когда любишь друг друга, когда уважаешь друг друга, когда считаешь, что каждой жена должна помогать мужу во всём, а муж – помогать жене. В мире это Божья любовь, вот что Бог, а лично для нас – это наши дети, это наши внуки. И, конечно же, это поддержка друг друга. Сейчас это самое главное. Я уверена в муже, а муж уверен во мне. Это такой тыл, это такая благодать, что просто не передать словами. А ещё каждая пара получила в подарок каравай – символ русского праздника и семейной жизни. Армен Марукяна, Сергей Севастьянов, Брянск. В гости к семье участника спецоперации в канун Дня Петра и Февронии региональное отделение молодой гвардии «Единой России» подарило телевизор многодетной семье из Карачева. Большой подарок большой семье. Учиты Ефремовых-Шабадаловых – 11 детей. Из них семь несовершеннолетних. Самой маленькой – три годика. Маме Оксане Ефремовой приходится непросто – без поддержки мужа и старшего сына. Тяжело, конечно, без мужа, без поддержки мужской. Но помогает дочь, сыновья старше. Ну, помогает. Поздравляемся. Оба с военным делом не связаны. Пошли по контракту. Муж уже полтора года выполняет боевые задачи. После ранения он долго сдержался. Здесь отблечение долго было. Сейчас вот буквально месяц уже там. Ну, надеюсь. У нас много детей. Пораньше там в отпуск отпустят. Поддержать семью решила молодая гвардия. Всему семейству – телевизор. Маленьким детям – небольшие подарки. Не ожидали, конечно. Теперь у вас вся комната будет телевизор. Спасибо вам, что не забываете военнослужащих, которые на СВО. Им тяжело, семьям тяжело. Спасибо вам, конечно, что помогаете. Дмитрий Газин, Дмитрий Матеров, Карачев. Киновыходной с волонтерами Брянщины. Если вы хотите провести вечер за просмотром фильма «Под открытым небом», познакомиться с волонтерами и их работой, приходите в парк Толстого 12 июля в 21.30 на показ фильма «Здоровый человек». С собой берите пледы, пенки, туристические стульчики. Возрастная категория 12+. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Читекам Шуковых из Стародуба вручили медаль за любовь и верность. Первый канал рассказал об открытии в Брянске двух корпусов ведущих медучреждений. В Суземке открылась фотовыставка «Брянский лес. Взгляд из фотоловушки». В Жуковке начался ремонт основной транзитной артерии по улице Учительской. Мечта сбылась. Школьник из Стародуба встретился с героем России Иваном Жарским. Брянские школьники победили на военно-патриотических сборах. Как брянским родителям выбрать частный детсад? Об этом в рубрике «Мам про свет» пишет Ольга Умарова. Еще больше актуальных и интересных новостей на нашем сайте губерния.тв. Известный брянский тренер Геннадий Шилин празднует 70-летний юбилей. В числе его воспитанников – выдающиеся боксеры Елена Бабичева, Анастасия Обросимова и Эдуард Трояновский. Всего пять мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта. Поздравляем! Геннадий Шилин – тренер, не нуждающийся в представлении. Человек, посвятивший боксу всю свою жизнь. Его успехи – как напутствие спортсменам еще только начинающим профессиональную карьеру. «Работай, и ты будешь вознагражден». От деревенской школы до федерации бокса Брянской области. Последняя, кстати, образована благодаря его стремлению объединить спортивные школы в нашем регионе. Геннадий Викторович возобновил традицию проведения мемориала Николая Королева, ставшего самым престижным турниром по боксу в Брянске. Именно он начал развивать женский бокс в области. Дипломом первой степени и чемпионским воинцом награждается победительница первенства России в весовой категории 63 килограмма, представительница Московской и Брянской областей Елена Бабичева. Он умеет разговаривать со спортсменами и понимать, нужно им это или нет. Мы с ним уже давно вместе. Много чего прошли с ним. Он для меня как родной, ну как отец второй, можно так сказать. Он нас всегда после тренировки подвозит к остановке поближе, потому что нам далеко ехать. Иногда шутят с нами, пока минутка-две отдыха есть. Строгий человек, он для тех, наверное, у кого нет дисциплины, потому что тот тренерский состав, который воспитывался при Советском Союзе, действительно воспитывает стоящих спортсменов, которые достигают результата. То есть, соответственно, и пошутить, и погонять. Это наставник, это друг, это товарищ, который дает тебе пути развития в спорте, в том направлении, которое было выбрано. Дает тебе путь для воспитания самого себя, как спортсмена, и навыки для этого всего, чтобы достичь каких-то результатов. И не просто каких-то там первый разряд, там второй, третий, это кандидаты мастера спорта, мастера спорта и так далее. Человек в компании США всегда бодр. Которые воспитательники уже работают у нас в тренировке. 195 детей занимаются сейчас боксом. И это не просто спорт, а добой, а искусство. Искусство, которым он владеет. А в шахте кто здесь работает? Разве им легче? Тяжело. А возьмите, кто хлеб выращивает, там тоже тяжело комбайнером работать. Да и вообще любая профессия, это, во-первых, труд. И надо трудиться, надо идти к цели, ставить цели и добиваться этого. Переживаешь, так же, как и ученик. Даже иногда бывает так, что хочешь сам выйти в рим, отбоксировать. Телеканал «Брянская губерния» присоединяется к поздравлениям Геннадия Викторовича и благодарит за добросовестное отношение к своему очень нелегкому труду. Кирилл Новиков, Александр Романченко, Брянск. В Сураже продолжается благоустройство городского парка и набережной реки Ипуть. Работы на объектах ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда». Настроение для работы создают бессмертные хиты. Объем большой, два объекта – парк и набережная. Их благоустройство стало возможно благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По программе инициативного бюджетирования каждый год участвуем, и отдельные проекты в парке реализованы благодаря этой программе. За несколько лет удалось многое. Дорожки выложили плиткой, появилась летняя сцена и скамейки. А вот место у реки пока выглядит, как одна большая песочница. Но совсем скоро жители и гости Суража станут любоваться фонтаном, молодежь оценит игровую и спортивную площадки, обновленные тротуары и велодорожка соединятся с променадом. Реализовать все эти объекты стоит задача. Основные объекты до сентября, ну максимум до середины сентября, все будет завершено. В рамках благоустройства также отремонтируют дамбу. На весь проект потратят более 112 миллионов рублей. Кирилл Новиков, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко, Сураж. В День семьи, любви и верности, концерты, фестивали и поздравления. Причем даже у самых маленьких. В детских садах Брянска прошли акции «Всероссийский парад семьи». Детский сад номер 159 «Непоседа» в Беженском районе. День семьи, любви и верности здесь отмечают в новом формате. Решили присоединиться ко всероссийской акции и прошлись парадом семей. «Всероссийский парад семьи» подхватили во многих детских садах города. В Добрынюшке в советском районе тоже праздник. «Пусть будет жизнь ваша, посвящена любовью». В семье Яны Козины пятеро детей. На вопрос, каково быть многодетной мамой, отвечает просто. «Круто, на самом деле круто, потому что дети – это все, это двигатели, прыгатели, мотиваторы. Все, что на сегодняшний день мы имеем, это благодаря нашим детям. Мы все делаем вместе, то есть абсолютно все, начиная от общественной деятельности, заканчивая семейными делами. То есть мы всегда и всюду вместе». «В образовательном процессе есть такие разделы, которые посвящены семье, традициям семьи. Например, фольклорные у нас есть, дополнительные образовательные услуги, которые тоже очень много посвящены именно традициям семьи. Различные мероприятия, которые в группах проходят с участием родителей, я уже повторяюсь, сказала об этом. И, естественно, в каждой группе, например, даже есть альбом, в котором каждый ребенок свою семью размещает, для того, чтобы в течение дня, если он маленький, соскучился по маме, он мог открыть этот альбом и посмотреть. «Семья – это мама и папа и дед, бабуля готовит, нам вкусный обед, в семье еще братья и сестры бывают, в семье все любят меня и ласкают, и лучше семьи ничего не бывает». Дмитрий Белов, Александр Власов, Брянск. Не может родина быть малой с такой великою душой. В Брянской областной библиотеке имени Тютчева открылась персональная выставка Максима Малашенко. Автор посвятил ее 80-й годовщине образования Брянской области. Мадонна Мглинская, царь леса, купец Лыжин, летчик Федоров, военный врач Маяцкий. Все это эскизы монументальных работ Максима Малашенко. Тут скульптурные портреты исторических деятелей, русских художников, близких автора. В Брянске скульптор показал эскизы как уже завершенных работ, среди которых, например, памятник художнику Шишкину, так и те, которые только планируются запустить работу. Здесь у нас художник Айвазовский. Немало на выставке и авторских акварелей. В основном пейзажей с малой родины скульптора Мглина. Чуть меньше натюрмортов. И все они о любви к родному краю. Сейчас такое мнение бытует, что не до культуры, но во время Великой Отечественной войны какие были сильные произведения, созданные во время, когда казалось уж точно не до культуры. Поэтому работаем с Ромой, с Аней, с Олей, с библиотекарем. Пытаемся делать какие-то, не просто выставки, это проекты для Мглина, какие-то истории. Это часть системной работы, которой мы посвятили свою жизнь. Подобная выставка у Максима Малашенко первая. На ее открытии собрались друзья, наставники и поклонники творчества художника. Переначальное образование, которое он получил художественно, в детской художественной студии города Мглина, где я работал. Поступил в Брянское художественное училище, закончил успешно. Потом в Суриковский институт, в золотую медаль. Поработал даже в Китае. Вернулся назад. Когда была юбилейная дата 70 лет победы над фашистами, он на родине своего дедушки подставил памятник русскому солдату, советскому солдату, солдату Второй мировой войны. Всем по секрету говорю, обошелся. В пределах, говорить не надо, я озвучу, в пределах трех миллионов. Атмосферности и камерности событию добавили выступления музыкантов. Тепла и света, маленькие гости. Увидеть выставку можно в читальном зале и литературной гостиной областной библиотеки имени Тютчева. Светлана Дробкова, Сергей Дюков, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин